добрый день ну что ж практически весь день самого открытия торгов рынок давайте называть вещи своими именами буквально стоял на месте топтался на месте как угодно называть и уже с открытия американской сессии вдруг начинается какое-то движение причем движение строго сторону укрепления доллара особенно это неплохо видно по единой европейской валюте по фунту чуть похуже и масштабы довольно скромны по рублю давайте рассмотрим сразу и все тоже как по фунту ситуация схожая то есть перед и перед открытием американской сессии мы наблюдали некое движение довольно скромное сторону укрепления рубля а потом ровно такое же движение в сторону но по масштабам то есть не по скорости по масштабам сторону ослабления российской валюты и что же стало причиной но наверное статистика которая как раз примерно в это же время публиковалась и что мы здесь видим что доходы физических лиц выросли на один один процент а расходы на 0 3 и это впервые за несколько месяцев когда доходы растут быстрее чем расхода ну что в некоторой степени наводит на мысль о том что до ближайшее время конечно же потребительские расходы будут расти с новой силы и тому подобное да глупости все это естественно это никто сейчас не смотрел то что эти данные мало кому интересны они настолько косвенные никакой прямой корреляции между ними и например розничными продажами потребительской активностью и темпами роста экономики не существует а если эта корреляция и есть то она невероятно мало то есть ускользающая в чем же дело дело в том что сегодня состоится начнется скажем так ежегодный для соединенных штатов экономический форум Джексон Хоуле который продлится два дня то есть сегодня начнется он еще продолжится завтра и сегодня в ходе этого мероприятия состоится выступление Джерома Пауэлла ну и тут соответственно конечно же куча всего куча разговоров и слухов о том а что скажет Джером Пауэлл а он может то-то может все это послушайте Джером Пауэлл не просто так занимает пост главы федеральной резервной системы люди входящие в состав правления прекрасно осознают какой властью они обладают какой властью на рынке эти люди обладают и что любое их слово может качнуть скажем так чашу весов либо в одну либо в другую сторону а их главная задача и цель это не допустить резких колебаний обвалов на рынках то есть чтобы при изменении происходили максимально плавно потому что они понимают последствия любого резкого движения на рынках резкого скачка вверх или вниз это могут привести к тысячам безработных закрытию предприятий при остановке каких-то транзакций платежей и тому подобное ни в коем случае эти люди понимают груз ответственности лежащей на них Джером Пауэлл неоднократно показал насколько он опытный политик назовем это действительно именно так за него громкие вещи заявляют другие люди него обратите внимание даже за последнее время какие-то громкие заявления делали люди хотя входящие федеральную резервную систему но не входящие в комитете точнее входящие в комитет по операциям на открытом рынке но не имеющие права голоса как будто какие-то посторонние люди но громкие заявления важные программные заявления именно они а пау он потом лишь подтверждал их слова не более того думаете что после этого Джером Пауэлл выйдет сейчас и вдруг сделает какое-то программное заявление которое изменит вообще весь ход событий я вас умолял ни разу этого не делал с какой стати сейчас он должен изменить свой подход я вам скажу что будет в его речи он скажет две взаимосвучающие вещи сначала он скажет о том что есть признаки замедление восстановления рынка труда и потенциальная угроза для его состояния на что в общем то указывают недавние данные по заявку на пособие по безработице а с другой стороны он тут же скажет о том что темпы восстановления экономики устойчивы и есть оптимизм в отношении того что в скором в скором времени экономический рост даже еще ускорится по сути дела он скажет ровно то же самое что мы увидели вчера когда публиковались предварительные данные по ввп сша осознавая ту ответственность которую на нем висит и те риски которые могут последовать те последствия для финансовых рынков после любого неосторожного слова человека уровня господина паула глава федеральной резервной системы выйдет и с трибуны произнесет что завтра утром на востоке станет солнце вот суть его речи будет сводиться именно к этому он постарается избежать каких-либо резких и кардинальных заявлений возможно журналисты попытаются задать какой-то вопрос может быть даже неудобный возможно прямой но это все гипотетически и это будет только после его выступления рынке к этому времени уже закроются эти ребята постараются затянуть время они все прекрасно понимают и мы выходные сможем спокойно почитать стенограмму речи почитать какие вопросы ему задавали и к понедельник уже с этим делом подойти однако рынок уже сейчас беспокоится потому что нагнетают скажем так накручивают а вот там джером паула эмоции играю до нервы шалят и так далее это конечно же выводить их из равна из равновесия и соответственно мы получаем такую картину например по евро однако опять же масштабы движения крайне скромны в глубине души инвесторы понимаешь что светиться ничего и тут суетятся лишь только мелкие спекулянты крупные игроки стоят на месте они будут работать по факту есть если даже но для этого будет необходимости а возможно никакой необходимости не будет и вот тут мы подходим к любопытному моменту а почему на этих эмоциях на этих страхах нервах да мы идем именно в сторону укрепления доллара посетя а у нас как-то тренд поменялся что у нас было главное движущей силой на валютном рынке за последние даже пару месяцев перспектива и даже не то что перспектива а в общем то уже решенность вопроса о ужесточении монетарной политики федеральной резервной системы у нас что было недавно заявлено о том что как-то планы меняются нет и не будет таких объявлений сделано если будет монетарная политика в сша ужесточаться то чтобы происходить долларом правильно на рынке доллара как товара станет меньше а значит его цена должна вырасти поэтому да мы провели небольшую локальную коррекцию затянувшуюся на пару дней но даже на три дня что какие были движения стороны укрепления доллара до этого в общем то в некоторой степени нормально могли бы быстрее но получили так а принципиально что-то изменилось нет но соответственно на скажем так совершенно пустом фоне мы не двигаемся в сторону укрепления доллара это логично в этой ситуации потому что главная идея движущая это ужесточение монетарной политики повышение процентной ставки постепенное сворачивание программы количества смещения все это вот 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 уже начнется ну наверно к этому лучше заранее подготовиться наверное да и инвесторы этим и занимаются поэтому мы до конца текущей недели а точнее текущего торгового дня будем ей такое постепенное неспешное движение сторону укрепления доллара еще может быть там по евро 10 пунктов 15 по фунту может быть еще там тоже 15 пунктов да и по рублю тоже мы двинемся наверх наверное еще копеек на 10 возможно ну как то вот так вот то есть ничего сверхъестественного здесь происходить не будет но движение понятно в какую сторону а что нас ждет понедельник а вот понедельник у нас ждет веселье дело в том что вроде бы как никаких серьезных данных не публикуется вот например в европе индекс доверия потребителей индекс экономических ожиданий все это так себе тут интересно вот что инфляция в германии пусть предварительно и пусть только по германии но не забываем что германия это крупнейшая экономика еврозоны и вполне возможно крупнейшая экономика европы вообще так вот инфляция в ней должна ускориться с 3 8 до 4 процентов тут еще испания на подходе что у нас в испании с инфляцией было 2 9 должно стать 3 то есть растет инфляция да в европе сейчас инфляция ниже чем в соединенных штатах и там пары месяцев назад она даже снижалась пыталась снижаться а потом вновь начала расти и об этом многие говорили что снижение инфляции в европе носят локальный временный характер и инфляция будет догонять американские показатели то есть под пять процентов а это значит что риски инфляционные в европе очень очень высоки соединенные штаты эти риски пресекли заранее заявив о том что будет ужесточение монетарной политики отец вы делает что-нибудь нет не делают не цб занимаясь трусиную позицию держа голову в песке а тут такие вещи разворачиваются он в германии какая инфляция уже тем более в германии скоро выборы парламентские и тут ой 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 могут быть очень интересные вопросы в адрес ецб из берлина очень неудобные вопросы в общем картина для европейской валюты выглядит не самым лучшим образом инфляционные риски ныне сейчас пугают всех до сих пор соответственно в понедельник мы можем увидеть достаточно резкое движение в сторону дальнейшего укрепления доллара поначалу по отношению к единой европейской валюте а дальше евро через индекс доллара потянет за собой всех остальных и все это будет происходить только лишь за счет предварительно данных по инфляции в германии потому что если в германии растет инфляция во всей зоне евро инфляция расти обязана она не сможет там снижаться или оставаться на прежнем уровне при всем вложении ко всем остальным странам еврозоны но как-то один мой знакомый работающий именно как раз в немецком банке сказал что евросоюз это четвертый рейх ну то есть понятно сюда что там все происходит только так как нужно германии и как выгодно немецкой экономике вот и все поэтому если в германии такие проблемы с инфляцией остальных это ждет тоже в обязательном порядке они билет себе на этот аттракцион купили несколько десятков лет назад когда подписали соглашение о введении единой европейской валюты что поделать это был их выбор тут уж ничего не скажешь ну а что у нас происходит с фондовым рынком тут мы наблюдаем дальнейший некий застой по идее однако открылся американский рынок и и американские индексы начали демонстрировать скромный неуверенный но рост и тут же после этого начал расти индекс мосбиржи ну давайте уж совпадение и думаю да как говорится классиками соответственно тут все понятно все зависит от американских индексов они находятся в ожидании в нерешительности после небольшого спада они немножко растут и так далее по индексу инерции как говорится то что до конца дня мы можем подняться к отметке 3875 но как я еще говорил вчера это похоже очень на подготовку к закрытию многих рисковых позиций да еще многих открытых позиций на финансовых рынках перед годовой отчетностью которая сдается по итогам сентября соединенных штатах американские игроки являются крупнейшими самыми влиятельными на мировом финансовом рынке поэтому все крутится вокруг то хотелок и потребностей был стрит как говорится так что ближайшие дни мы будем наблюдать вот этот болтание но сегодня то уж точно в понедельник возможно движение такое относительно уверенное движение в некую сторону здесь будет многое зависит от того что вообще наговорят в этом джексон холли и как это расценит рынке до джон паула постарается говорить очень обтекаемыми фразами но там же не только он будет выступать там много других людей будет выступать которые на возможно попытаются намекнуть на сроки изменений параметров монетарной политики федеральной резервной системы и вот под это уже будет рынок после этого подстраиваться конечно же учитывая что до джексон холла не происходит каких-то резких движений определенный застой это тоже сигнал для всех спикеров в этом самом джексон холли о том что любое неосторожное слово может привести к взрыву этого допустить нельзя поэтому все спикеры будут вести себя крайне аккуратно очень осторожно выбирать фразы то есть каждая реплика будет выверена это сто процентов и соответственно какого-то всплеска в ту или другую сторону после уже джексон холл то есть понедельник мы не увидим но мы увидим такую плавное движение в ту или иную сторону ну учитывая что отчетность не за горами в нью-йорке то соответственно скорее всего движение будет таким поступательным вниз но к сегодня ближе к концу сегодняшнего дня мы все-таки можем двинуться ближе к отметке там ну или достичь отметки в 3875 вот учитывая как повернулась ситуация пока там 33 900 3950 4000 это все перспективы уже там октября может быть ноября посмотрим в сентябре маловероятно вот такие вот у нас дела что я хочу сказать о чем пожелать хороших выходных желаю вам всем удачи и до новых встреч